Из трех спековских домов под муниципальную и краевую программы переселения попадают собственники порядка 100 квартир. В августе этого года в администрации заявили, что переедут и те, кто получил отравленные квадратные метры, и те, кто купил квартиру здесь, но жилье для них является единственным. И всего, получается, эта программа будет действовать два года, 23-й год и 2024-й год. В 2023 году это 28 квартир, оставшаяся часть квартиры это 68 в 2024 году. Вот, оценку провели, стоимость помещений, возмещение люди получают. Есть, конечно, у некоторых есть ограничения обременения, но, соответственно, они пойдут чуть позже. Все, кто может сегодня получать и кто в списке на этот год, все получают возмещение. Жителям предложили на выбор квартиру в новостройке или же денежное возмещение. Сумма компенсации варьируется в зависимости от квадратуры квартиры, в среднем 90 тысяч за квадрат. Наталья Одинокова с суммой осталась довольна, смогла без дополнительных вложений приобрести квартиру, сходную по площади и в этом же районе. Единственное условие было не новостройку. В программу были заложены денежные средства с учетом инфляции, на эти деньги приобрести можно. И, в принципе, у нас, ну, скажем так, люди все довольны тем, что имеют возможность уехать из этого ада. Очень еще вопрос интересует, что будет в дальнейшем с нашими домами. Потому что по всем экспертизам у нас реконструкция, она экономически нецелесообразна. И она превысит по стоимости новое строительство, то есть реконструкция. Мне интересует, очень волнует, чтобы это жилье не осталось в качестве маневренного фонда. Судьба аварийных новостроек должна окончательно решиться в 2025 году. После полного расселения администрация инициирует дополнительную экспертизу. Она, скорее всего, покажет то же, что и десятки предыдущих. Источники формальдегидов – металлоконструкции, а значит, здания, скорее всего, пойдут под снос. Но не все местные готовы покинуть свое жилье. Тянут до последнего. Денежные компенсации идите? Мне надо заказать, не знаю, еще. Можно брать? Конечно. Ты же сама сказала, будешь миллионер, что и купишь себе, что хочешь. Нет, квадратный метр, наверное, меньше будет стоить. Нормальные компенсации. Вы же еще не обращались? Нет, ну я по переселению сюда. Переселили меня. Вот вы на лавках выступаете, хоть бы раз дошли до администрации и задали там эти вопросы. С расселением спековцев дело трех поросят не закроется. Под следствием и в суде оказался бывший заммэра Бийска по строительству Дмитрий Маслюк. Но дело в отношении чиновника прекратили и стек в срок давности. В октябре этого года бывшему главе города Александру Студеникину предъявлено обвинение в халатности при расселении граждан из аварийного жилья. Следователями Следственного комитета необходимые следственные действия уже завершены. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения с последующим направлением в суд. Пока на свободе остается один из главных фигурантов дела. Известно, что руководитель фирмы-застройщика ООО «Навалит» находится за рубежом. Похоже, в Россию, а тем более в Бийск, отвечать за содеянное он не торопится. Поэтому ответ несут те, кто работает на местах. Евгения Ижутова, Евгений Казанцев. Будни.